И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 11 июня 2023 года. И сегодня, как я и обещала вам, я хочу показать две квартиры, которые выставлены на продажу буквально недавно. Это уже новые цены. Давайте мы с вами посмотрим эти квартиры, и я вам немножко расскажу о каждой из них. Первая квартира находится в центре города Райт. Однокомнатная квартира. One bedroom, как здесь называется. Вот я показываю вам самую большую комнату, центральную, так называемая sitting room. И у нее 14 квадратных метров площади. 3,80 на 3,72. Ну и посмотрите сразу, что меня удивило, что здесь бойлер установлен в этой большой красивой комнате, как говорится. Все испортили. И при том, что он не зашит, вот он смотрится вот так вот грубо, со всеми этими трубами. Но, тем не менее, радует хотя бы то, что есть бойлер, а значит, есть газовое центральное отопление. Так оно здесь называется. Central heating. Вот. Бойлер – это как газовая колонка, если говорить по-нашему. Неплохой вид из окон на пролив Солон, потому что квартира находится на самом верху, на третьем этаже здания. Здание это охраняется, опять же, государством. И посмотрите, что здесь с окнами. Вот окно очень старое, и его невозможно никак поменять. Оно практически уже развалилось. Впереди вот стоит еще одно стекло. Закрыто, видите? Но то окно вам не разрешит муниципалитет поменять, потому что, как они говорят, это меняет весь вид старинного здания. Поэтому вот так делают люди. Они просто сверху закрывают новым стеклом и продолжают так жить. Ну, вот точно такое же второе окно. Вид на магазины, на центральную улицу Райда. Пожалуй, наверное, единственное, что здесь привлекает, да и то, вы знаете, карабкаться на третий этаж опять по узеньким там лестничкам не очень интересно. Вот, смотрите, дальше я вам показываю. Мы выходим через малюсенький коридорчик, попадаем в совмещенное ванное с туалетом. Два с половиной на три метра, и это получается семь с половиной квадратных метров. Вы видите, что здесь бы тоже не мешало поменять всю старую сантехнику. Ремонт никакой не производился особенно. Ну и потом семь с половиной квадратных метров для совмещенной ванной и туалета. Пожалуй, что маловато будет. И дальше через коридор маленький. Мы видим здесь еще один радиатор. И еще, слава Богу, один радиатор впереди. Может быть, неплохо. И вот мы попадаем в малюсенькую спаленку. Она размером такая же, как и ванная комната. Два с половиной метра на три метра. То есть семь с половиной квадратных метров. Только-только уместилась здесь кровать. Она не кинг-сайз. Она обычная, слава Богу, двухспальная. Маленькое окошко. И место для такого шкафчика оборудованного. Давайте посмотрим, что здесь с окном. И мы видим точно такая же история. Старые-престарые рамы, которые заменить вам никто не позволит. Ну вот, посмотрите, как выглядит. Это малюсенькая комнатка-спальня. Меня всегда удивляли здесь в Англии. Вот такие мизерные спаленки. Но это еще не такая уж и маленькая, скажем так. Я вам покажу еще меньше. Ну и последнее, что я хочу показать, это кухонка. Кухонка, вот она просто в такой нише, обратите внимание, без окон, без окон, без дверей. Очень компактная она, конечно. И размеры здесь у кухни 2 метра на полтора метра. То есть 3 квадратных метра. Знаете, вспомним наши хрущевки с 6-ти метровыми кухнями и порадуемся, какие они были огромные. По сравнению с вот такими кухонками здесь, которые считаются вполне-вполне нормальными. Вот, понимаете, да? Какие размеры. И общий размер этой квартиры около 32 квадратных метров. Что еще мы можем вычитать в брошюре про эту квартиру? Она также находится в Лисхолде. И у нее 150 лет. Лисхолд уплачен с января 2002 года. Ну, то есть осталось 130 лет. Не так и плохо. И оплата, сервис чардж у них составляет 80 фунтов в месяц. По сравнению с нашей, которая составляет 200 фунтов в месяц, понимаете, что это также недорого. Я уже как бы даю вам немного сравнить и понимать, может быть, что к чему и как это все здесь происходит. Если кто-то до сих пор не понял, что такое Лисхолд, то я просто советую вам, рекомендую, знаете, найти, погуглить, какие здесь в Англии бывают виды собственности. Фрихолд, Лисхолд – это самые основные. Ну и последнее. Сколько стоит эта квартира? Она стоит 130 тысяч фунтов стерлингов на сегодняшний момент. Она уже месяц стоит на продаже. Ну и, скорее всего, найдутся желающие ее купить. А в настоящее время это Холлэдэй Хоум. То есть ее сдают отдыхающим, которые приезжают сюда на остров. И говорят, что, в общем, неплохой бизнес, потому что 400 фунтов в месяц минимум можно с этой квартиры получить. Но бывает и до 500, высокий сезон. И вот вы знаете, именно по этой квартире я могу судить, насколько выросли цены на недвижимость в Англии по сравнению с доковидным периодом. 19-й год, 18-й год эти квартиры и подобные такие же квартиры, они стоили не больше 90 тысяч фунтов стерлингов. То есть цена на квартиры выросла на 14,5%. Как-то так. Ну а мы с вами посмотрим немножко вокруг и поехали смотреть еще одну квартиру в райде. Квартира 2-bedrooms. И вот сразу же при входе меня поразила эта первая спальня. Обратите внимание, ее площадь 2,19 на 2,07. То есть 4,5 квадратных метров это спальня, друзья. Ну то есть получается, что здесь с трудом может поместиться односпальная кровать, потому что кровать, по-моему, метр восемьдесят на метр. Вот как. Но вот тем не менее, объявлена как спальня. И вторая спальня. Давайте посмотрим напротив этой. Второй спальни площадь немножечко побольше. 3,23 на 2,46. То есть 7,95. Как говорится, без комментариев. Идем дальше по ходу. Ну здесь просто у них счетчики какие-то. И вот ванная комната. Пожалуй, единственное, что здесь более-менее приличное в этой квартире, это вот ванная комната. Она выглядит более-менее нормально. 6,5 квадратных метров. И вот это big sitting room, как они объявили. Опять же, студийная здесь планировка. Вот такая вот малюсенькая кухонка там вниз же опять, не имеющая ни окон, ни дверей. И даже, по-моему, никакой вытяжки там нет. Площадь не указана, но вот так вот на первый взгляд, по-моему, 2 на 3 метра. Здесь, смотрите, квартира это underground floor. То есть она находится в цокольном этаже. Здесь, видите, бойлер справа. И электрический камин, так, для красоты. Такой же, как у меня. Ну и здесь, видите, эти батареи отопления. Отопление все-таки бойлерное. Площадь этой комнаты большой 6,5 на 3,44, то есть 22,3 квадратных метра. И у нас получилась общая площадь 34,7 квадратных метров. Это, если считать по российским меркам, получается трехкомнатная квартира, как вы понимаете. Ну а по английским меркам она называется two bedrooms. И стоит она столько же, сколько и первая квартира. 130 тысяч фунтов стерлингов. У нее также лисхолд. Лисхолд очень длительный, 999 лет, с 1845 года. Ну, в принципе, это получается пожизненное владение. Стоимость service charge они не указали, поэтому я не знаю. Ни у первой, ни у второй квартиры, сегодня вам показанной, нет ни садика, ни палисадничка. И нет своей парковки, потому что центр города Райт считается очень дорогая земля. И, конечно же, очень трудно и с парковкой, и с какими-то еще дополнительными садиками. Вторая квартира находится в викторианском доме. Он даже чем-то похож на тот дом, в котором я сейчас живу. Ну вот, если вы обратили внимание, как я объясняла, одна квартира на самом верху здания, а вторая квартира цокольный, полуцокольный этаж. То есть именно то, о чем я вам постоянно говорю. Хорошие квартиры где-то в средине здания, с хорошей планировкой и с большой площадью встретить очень-очень трудно. Найти, нужно постараться, и сколько нужно еще обходить вот таких вот никчемных квартир. Я единственное могу сказать, я просто показала вам эти квартиры. Я была разочарована и одной, и второй. Конечно же, ни в какое сравнение с моей квартирой они не идут. И мне они не нужны за такую высокую цену. Ну, моя квартира, так скажу сразу вам, чтобы для сравнения, она хоть и one bedroom, одна спальня имеется в виду, но у нее 57 квадратных метров общей площади. Я посмотрела еще одну квартиру, одна спальня и стоимость 90 тысяч фунтов, самая дешевая из двух. Но вы знаете, она настолько вся убитая, страшная, она требует полностью капитального, наверное, даже ремонта. Там также нет отопления, поэтому, знаете, эту квартиру я даже не стала снимать на камеру. Хотя начало не очень хорошее, и меня разочаровало. В следующем своем видео я вам покажу, как я путешествовала в Портсмут на ферри и что я там увидела, с кем я там встретилась. А на сегодня у меня для вас все, друзья. Всего вам доброго! Берегите себя, пожалуйста. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!